Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. Сегодня у меня такое видео странное, может не странное. Хочу с вами поделиться покупочкой своим новым, как говорится, увлечением. Ну, оно не столько новое увлечение, как бы, а просто перенаправлено на новый вид. Как я увлекалась посадками всевозможными, так и увлекаюсь. Дело в том, что я занимаюсь микрозеленью, для себя выращиваю микрозелень, но раньше я всегда покупала семена на сайте Образ жизни и покупала там готовые уже семена, не для проращивания, хотя они тоже для проращивания хорошо подходят, но там большие пакеты, хорошие, можно взять разную весовку, до 200 грамм, и амарант, и горчицу, и всевозможные нут, горох, еще что-то. Я выращивала их, использовала как бы для прорастания. Кстати, у них очень дешево по сравнению купить готовыми упаковками для микрозелени. Но что-то я решила в этом году попробовать не у них заказать, хотя к ним я тоже еще зайду и закажу, потому что там я заказывала муку, и мне нужна будет мука, и, соответственно, я там у них прикуплю кое-какие семена для проращивания микрозелени. А я заказала в этот раз микрозелень вот в пакетиках, то есть упаковочки наборами. Они продаются наборами, то есть вы можете купить конкретно набор, подобранный из микрозелени или же отдельно упаковочки. Ну, я взяла наборами, так проще как бы и немножко дешевле получается. И вот чем они мне привлекли, эти микрозелени, потому что здесь все-таки огромное количество выбора всевозможных семян. И у меня такое есть впечатление, думаю, что, скорее всего, такие семена можно еще оставить для выращивания в огороде. Ну, потому что сами они, семена, подобраны под определенных сортов. Вот смотрите, тут написано. В состав входят семена капусты краснокочанной, марс-м и победа, мангольд, изумруд и рубин. То есть, соответственно, скорее всего, эти семена можно еще выращивать дополнительно, как обычные растения, которые мы выращиваем на огороде, помимо микрозелени. Ну, это я попробую, конечно, весною все это, потому что здесь у нас не только, допустим, свекла, капуста японская. Кстати, очень ее люблю, зелень. Капуста кальраби, горох овощной, кресс-салат, салат-микс. Вот что у нас тут в салат-микс входит? Сорта кучерявый одесский, успех, робин, лола-росса. Вот вам и амарант овощной. Кстати, очень красивый этот амарант, он когда вырастает, очень красивый крепыш. Я, кстати, его еще собиралась купить семена, а потом думаю, зачем я буду покупать семена, когда у меня есть микрозелени семена, я попробую от них же и посеять. Он вырастает очень красивый и попробую вырастить. Капуста белокочанная, микс. Тут тоже сорта подобраны. Июньская, поздняя, белорусская, номер первый, грибовская. Ну, я понимаю, конечно, капусту вы не посадите там, откуда вы знаете, какой у вас там соль зайдет, да? Но вот те же самые всевозможные растения, такие как вот амарант, вот дайкон, пожалуйста. Тут миноваси, Саша. Можно посадить и получить хороший урожай весной. Здесь у нас кориандр овощной. Здесь у нас брюква. Кстати, брюква очень-очень вкусная вещь. Браколи. Свекла столовая. Здесь идет бордо и цилиндра. Редис. Горчица. Кстати, горчицу я очень люблю весною сеять с семенами. И что самое интересное, я еще, ну, кто-то скажет, а, так можно же купить просто семена, вот такие же растения разных, и побольше дешевых накупить и насажать микрозелень. Ну, тут вы, конечно, будете не правы, потому что вся микрозелень, вот эти семена, которые готовятся для микрозелени, они специально обрабатываются. Они готовятся так, они калибруются, во-первых, и проходят стратификацию. Они полностью подготовлены полностью к антистрессу. Они обработаны, они чистые, избавлены от всевозможных повреждений, болезней. Они полностью, как бы, здоровые семена. У них даже всхожесть стопроцентная, представляете? Вот для посева в огород использовать несколько семен, ну, какое-то количество семян можно. А вот для микрозелени они уже готовые, полностью готовые. То есть заменить их теми же семенами, покупными в магазине, которые используют для посева в огород, не получится, потому что все-таки это готовая микрозелень. Ну, я взяла несколько наборов разных, потому что мне хотелось попробовать, сейчас я покажу, разных производителей. Кстати, в зависимости от производителя у них цена меняется. И наборы разные. Вот гавриш. Гавриш вообще люблю, и у них семена хорошие. И здесь у меня подходит микрозелень, 4 урожая. Кстати, вот здесь вот у нас вот тоже записаны все... Это микрозелень, говорю, микрозелень свекла. Сюда входят у нас сорта барыня, сударыня, цилиндра, фекла. Кстати, между прочим, сами семена у гавриша очень хорошего качества. Мне они очень нравятся. Вот смотрите, всевозможные. Вот кориандр, горчица, кресс-салат, руккола. Попробую тоже их посеять. Посмотрим, какие из них будут более эффективны. Понравятся, какие больше. Поэтому взяла разных производителей. В зависимости, конечно, от комплектации цена меняется. Они, кстати, сейчас во всех семенах продаются, микрозелень. Но в наборах, не знаю, продают, не продают. Видела, отдельно пакетики продают. Но не дешевые, конечно, отдельно-то, если честно сказать, пакетики. В наборе мне показалось, все равно это дешевле выходит, когда берешь набор. Еще один набор, который я приобрела, это вот такой вот. Но я, правда, немножко другой заказала. Почему они мне это прислали? Может быть, что-то я не так взяла. Здесь идет вот редиска. Здесь идет у нас горчица. А, это рукола. Вот горчица. И здесь у нас идет крес-салат. Вот смотрите, какой наборчик хороший. И еще к нему в комплект идет вот такой вот семена подсолнечника и два пакета гороха. Кстати, горох вот откалиброван, чистенький, все прям. Еще мне понравилось, что здесь идет в комплектацию дополнительное объяснение, как выращивать микрозелень. То есть, каждому семеню что нужно. Вот, допустим, горошек любит полив на старте. Рукола любит умеренный обдув. Крес-салат не загущать постевы. Редиска любит фитосвет. Вот, кстати, не все растения любят фитосвет, поэтому можно некоторые выращивать без подсветки. Не обязательно подсветка, потому что некоторые растения прекрасно растут без подсветки. И еще вот такой взяла на пробу. Он тоже идет разными комплектациями в баночке. Там разные семена. Вот здесь у меня люцерна, клевер, пожитник, кунжут и горчица для бодрости. То есть, тут, соответственно, в микрозелени будет большое количество всевозможных витаминов. А, В, С, Д, Е, В1, В2, В3, В5, В9, В12, ПП, К, Ф, Д2 и Д3 и минералов. И всевозможных дополнительных аминокислот. Омега-3, омега-6. Короче, большая комплектация витаминов. Дело в том, что вообще микрозелень, чем хорошо, то, что когда вы ее кушаете, она насыщает ваш организм полноценными витаминами и микроэлементами. Потому что она содержит огромное количество их. Сама молодая зелень обладает огромными фитогормонами. Вот этой вот насыщенностью витаминов и микроэлементов. И вот самое интересное, то, что мы чаще всего по весне начинаем кушать всевозможные витамины химические. Хотя их можно заменить буквально, посеяв на своем, как говорится, подоконнике несколько лоточков зелени всевозможной. И у вас будет полноценное витаминное насыщение. Вот эта вот стоит 289 рублей. Вот эти семена собрала 399. Эти семена 690. И вот этот комплект 495. Да, конечно, это не дешевое удовольствие, как бы выращивать микрозелень. Но все-таки нужно попробовать, а вдруг вам понравится. Потому что, я говорю, это полноценное насыщение полезными веществами, витаминами. Это я столько взяла, не обязательно столько взять. Вот взяли один комплектик просто, его достаточно. Его не нужно весь высевать. Там частично высевается. Часть высеваем, часть после еще высеваем. То есть чередовать их можно. Вот это вот на 4 урожая. Это у нас вот на 16 урожаев подбор. Видите, в чем дело микрозелень? Она все-таки это зеленая масса, которую мы можем просто вырастить из себя на подоконнике. Потому что в любом случае еще до весны нам, как говорится, до полноценного весеннего зелени еще далековато. А нам сейчас необходимо вот это вот как бы улучшение настроения, хорошая витаминизация организма и так далее. И опять же, это же снимает стресс человека. Когда он этим увлекается, смотрит, как это все происходит. Это несложно, кстати. Вообще несложное выращивание. Тут правильно просто выполнять определенные функции. Достаточно это иметь тепло, свет и водичка. И то не для всех нужен свет, потому что некоторые прекрасно растут без света. В основном это только влажность, конечно, чтобы прорастали хорошо семена. Ну и соответственно определенный микроклимат. А вот даже боксы подходящие я вот буду использовать обычные лотки. Кстати, ну я покажу обязательно в видео, где я буду высевать микрозелень, какая она у нас будет. Я покажу это все. Конечно, в моем смысле я считаю, что это дороговато покупать вот так вот отдельно все-таки по комплектации. Я предпочитаю все-таки брать в магазине «Образ жизни». Там у них есть и специальные подборы для микрозеления. А есть, можно купить просто семена того же самого амаранта. Да, там не купишь вот эти вот семена, допустим, капусты, салаты или еще что-то. Их нету. Там нету. Это продается только в семенах. Там амарант, горох, нут, чечевицы, ну еще кое-какие. Можно кукурузу ту же самую купить. Так вот, вот такое вот у меня новое увлечение. Нет, оно не новое увлечение, это у меня уже есть увлечение. Просто я новым способом решила продолжить свое увлечение. Я обязательно все это буду снимать, буду высевать, как будет у нас расти. Это мы все вам покажем, соответственно. Сейчас, конечно, времени недостаточно, потому что сейчас рассада у нас тут немножко занимает место. Но это все обязательно расскажем. По микрозелени пока все. Следующее мое увлечение, которое мне тоже сейчас очень, как бы, навеивает такой интерес. Я купила вот такие вот растишки. Может, кто-то выращивал, знает, что это такое. Есть определенные отзывы по ним. Кто-то говорит, что не очень вырастает. Кто-то говорит, что замечательно растет. Но вообще была причина в том, что я искала розмарин. Мне хотелось вырастить семенами свой розмарин на окошке. Я искала семена розмарина и попала на сайт, онлайн-трейд туда попала. И там увидела большое количество всевозможных растишек, в том числе и розмарина, которым я, конечно, и мечтала. Но я решила попробовать взять. Почему мне они именно понравились, а не отдельно взятые семена? Почему? Потому что, во-первых, по цене как раз как и стоят семена. Во-вторых, уже есть полностью скомплектованный набор для выращивания. То есть он имеет в своей комплекции подготовленный грунт необходимый, который нужен для посева. Семена, причем не то, что там одна-два семечка. Описание, как выращивать. Ну и, соответственно, вам дополнительно горшок для того, чтобы вырастить первоначально рассаду того же самого розмарина. Там есть вот такой, вот такого производителя, очень много выбора всевозможных растений. Но я зашла еще вот эти. Вот посмотрела растение, мне захотелось просто вырастить. Мятая яблочная, кстати, очень хорошее растение, замечательное, но еще и лекарственное является. И оно прекрасно растет, как комнатное растение. Потому что я сама имею такое растение. Но вот этот немножко другой сорт. Смотрите, там и керамзитик есть, полностью описание, как выращиваете, что за растение. Мята яблочная. Растение невысокое. Кусик с прямыми обросшими стеблями. Листик с яблочной мятой, закругленный бархатец. Но я не буду описывать, короче. Дело в том, что оно небольшой, как цветок комнатный растет. И вы посмотрите, сколько тут семян. Да тут можно ведь носить столько-столько. Их очень много просто. Вот очень много. Для меня, конечно, это много. Если они, конечно, все взойдут. Но факт то, что можно поделиться и с друзьями. Вырастить. И кто-то, может быть, даже продаст дополнительно. Кто-то занимается продажей, допустим, каких-то комнатных растений. Но я для себя, конечно, купила. И смотрите, тут тоже подобранный грунт, уже сформировавшийся специально. И стоит это 180 рублей наборчик вот этот вот. Еще я выбрала вот такое вот дерево счастья. Мне очень стало интересно, что это за дерево счастья. Растет оно невысокое, до 35 сантиметров. Можно выращивать как комнатное растение. Катальпа называется. Еще называется антильский дуб. Ну, интересное, короче, растение. По нему я почитала, что действительно оно очень интересно. У него вот тут вот стручки с семенами. Вот они и являются сами, вот эти стручки с семенами. Там вообще много всевозможных растений. Даже есть растения, которые хотите, если вырастить какие-то для декоративной, для своего огорода и сада. Там и сирени, и эвкалипты, и ели, и много-много-много всевозможных. Даже цветы всевозможные есть. Что-то, что-то хочется вырастить интересно. Можно вот купить и попробовать вырастить вот таким способом. Кстати, это совершенно не так уж и дорого по сравнению с тем, когда вы покупаете семена в магазине. Потому что вот, когда я покупаю экзотические какие-то семена, они стоят довольно-таки дорого. Где-то за пределы 150 и 200 рублей декоративные растения стоят. А тут готовы как бы уже с полной комплектацией и всего 180 рублей. То есть можно тоже приобрести. Я и то решила зайти еще посмотреть какое-нибудь интересное растение. У меня там было примерно... Я хотела эвкалипт купить. Специальный лимон эвкалипт выращивается. На подоконнике. Ну, подумаю, посмотрю, конечно. Может быть, тоже еще закажу. Плюс это еще дополнительно. Вот у кого ребятишки есть, это прекрасное занятие для детей. Вырастить какое-то растение на подоконнике. Получить удовольствие. Даже снять стресс. Человек какой-нибудь... Даже приятно вырасти какое-то растение. В таком смысле очень даже неплохо. Может быть, вам тоже станет интересно. Поищите. Ну, я говорю, я нашла на Яндекс.Маркете. Искала. И попала вот на онлайн трейд. И там нашла вот эти вот растения. Ну, что я еще прикупила? Транжирка. Одним словом. Магазин семян. Это нужно закрывать сразу же при подходах. Где увижу, там ее хватает. Взяла семена лука. Хочу попробовать в этом году вырастить свой сенчик. У меня этот, как бы, опыт есть. Я выращивала раньше сенчик. Он прекрасно растет. И вот хотела вырастить свой. Вот такую герань плющевидную взяла. Водопад лета. Ну, просто захотелось вот такую красоту посадить и вырастить. У меня есть плющевидная герань одного цвета. А тут, смотрите, она еще разнообразная. Посмотрим, как она будет выглядеть. Хотите, расскажу историю, зачем я купила устому? Устому я купила для того, потому что я свою устому уронила, которую посадила. Представляете, вот взять, случайно просто поставила неправильно. И уже высаженная устому у меня упала. А еще семена-то только-только наклюнулись. И их вот землей прикрыла. Ну и все. Взяла новую посею. Куда ж деваться-то? Хочется мне ее вырастить. Но как-то вот с ней не везет мне. Купила бакопу. Люблю бакопу. Она у меня прекрасно росла. Я очень люблю вот эту вот снежную лавину. Она, кстати, очень хорошо потом еще дома растет. Ее можно потом занести. Дома она хорошо растет. Посажу, посмотрим, как она будет себя чувствовать. Еще я взяла вот эти цветы. Посажу их тоже. Хоть они неприхотливые, говорят, и даже лучше, чем петуни. Ну, взяла, попробую, посажу. Они у меня были как-то. Я выращивала их тоже. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет. Цветы недешевые семена. Вон, видите. Вот смотрите. 139, 149. Вот вам, пожалуйста, экзотика 180 рублей. Хотя там семян довольно-таки прилично. Тут вот возьмите 5 штук, 3 штучки. И вот сравниваем, да. И, кстати, там есть и семена. Это цветов можно купить интересных даже. Тоже хороший вариант. Вот такие вот у меня новые увлечения. Продолжение увлечений. Ну, и, соответственно, еще дополнительные покупочки. Если кому понравилось, смотрите, мы вот планируем посадить в марте месяце микрозелень. Будем сеять, потому что как бы уже как раз в весеннем период, когда необходима вот эта вот зеленая зеленка, витамины. Соответственно, покажем, как мы это делаем, как выращиваем. Так что заходите, посмотрим. Также посеем вот эти растения. Покажу, как они будут расти, как себя будут чувствовать. Ну, а на этом всем желаю хороших урожаев. Пусть радует вас ваша рассада. Кстати, между прочим, это прекрасное занятие, как антидепрессант. Если у вас плохое настроение весеннее, хочется спать, ничего не хочется делать, заведите себе микрозелень. Будет над чем похлопотать. Ну, а на этом всем желаю всего самого хорошего. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!